Пятнадцатая серия «Чародеек», чтобы это не значило. Нам так нравится, что наш канал развивается, растёт. Вы подписываетесь, и вообще YouTube в целом рекомендует наше видео всё большему количеству людей. Но счастье оно не в количестве. Я всё больше и больше убеждаюсь, счастье оно в качестве. Вот нас почти три тысячи человек. Но какие это люди? Это же просто потрясающе воспитанные, грамотные, с критическим мышлением индивиды, которые могут в комментариях написать свою точку зрения, и они по-своему правы. Но наше видео начинает показываться и транслироваться другим аудиториям с отсутствующим критическим мышлением, с отсутствием чувства иронии. Простите юмор. Люди, которые видят это видео, не понимают, что здесь происходит. Они увидели, как будто любимый мультик детства. Насилуют. Сидят и комментируют. Ведь можно же просто скачать в сторону-то и посмотреть, зачем какие-то два халуя сидят и обсуждают детский мультик. Два взрослых... Мужика хотел сказать, пожалуйста. Два взрослых человека. И, конечно же, это огромная буря. Сразу у нескольких людей появилось чувство справедливости. Так быть не должно. Это надо исправлять. Всех нужно спасти. Причем разом. Ребята, давайте, это же просто чушь. Идемте. Есть другие каналы. Канал «Россия-один», «Соловьев-лайв» и другие. Вот там же логическое мышление. Там нет вот этих вот хихонек и хахонек. Все серьезно. И вот с одной стороны канал растет, это хорошо, а вот с другой его рост обусловлен некоторыми проблемами. Второй момент. Почему-то на этом канале люди до сих пор, некоторые сидят, мучают себя, насилуют, им не нравится. Наши рожи их раздражают и говорим по мнению этих людей откровенную ересь. И это возможно так. Я не претендую, что мы самые умные вещи несем, более того, самые дебильные вещи несем. Вы слышали мои теории? Да это же просто бред сумасшедшего. Вы сейчас смотрите на просто недоразвитого человека, который сидит и фантазирует. Влажные мечты расходятся во все стороны, образуя реки и ручьи. Кому это надо? Кому? Кто это будет в здоровье все-таки слушать? И поэтому я еще раз предъявляю вас некоторых. Не насилуйте себя. Вы единственные, о ком вы можете позабыть, так это о себе. Себя надо любить, о себе надо забыть. Если вы чувствуете, что это насилие, что вам плохо, что вы включаете в следующий ряд, она прям насилует вас. Вы такие на пять. Это ура! Любите себя. Опять же, соловьё в лайфе. А сиять. НТВ. Рандовый, чёрт тебе дерь. Огромное количество контента. Но почему? Почему вам так нужно издеваться над собой? Зачем? А теперь мы смотрим Чародеек. После того, как мы разобрались со всеми вопросами, которые меня волновали, мне нужно было высказаться. Правда. Спасибо большое, что вы не перемотали и не выключили те, которые слушали мою исповедь. Мне стало немножечко легче. На нервике, да? Нет. Не знаю, я всё ещё... На следующий раз на ослабливание. У нас одна команда. Мы сильны, дружны, не дронет рука. Сбережён наш мир от зла, от зле, завеса, плитка. Да ладно, он говорит крепка. Давай ещё раз. Крепка. Завеса, плитка. Хлебка. Крепка. Блин, это как это долбанное платье. Синя-жёлтое или чёрное? Хлипкая нет, хлипкая крепкая. Я за то, что крепка. Ещё я заметил, что у Фобоса платье длиннее, чем у Чародеек. Так много калибра в составке. И так мало настоящего. Бланка? Да. Чародейки. Слизни. Ты помнишь, на чём мы закончили? Это же она теперь там. Всё. И вот её у брата гостит сейчас. И вот. Вы, кстати, замечаете, что всё-таки уступ, на котором сидишь, всё тоньше и тоньше. Я точно помню, что в первой серии он был не такой тонкий. Да подпиливают я сто процентов. Горгули какие-то, а чё это? у них была рожа тираннозавра. На тиродактиле, скорее, больше. Ой, как красивенько стало. Это всё типа её влияние? Или это Фобос так сделал? А, это Фобос. Короче, он для неё создал иллюзию, да, что здесь вообще птички поют, кролики бегают. Классический абьюзер. Да. Заманил свои сети. Сделал золотую клетку. Сменила какие-то у неё кольца на волосах, как у того тролля. Как у тролля? Я бы сказал, что как у в нашем спортивном зале. Просто дух на самом деле какая-то мразь какая-то какая-то такая слезливая. Или просто это мудак, а не попугай. Это как в золушке. Это попугай, который говорит какие-то плохие вещи. Не-не-не, это типа он на самом деле как в золушке. Лошади были на самом деле мышками. Вот он на самом деле какая-то хрень просто Фобос его на время превратил в золушке. Она же тыкву превратила в карету. А мышки в коней. Ну да. Разве нет? Да, я забываю классику. И замок, и чудо-сады. Кажется, ей волшебные сказки. Порой и сказки сбываются. Да, то есть растение хотело убить его сестру. Настолько там все плохо. Нет, скорее это ядовитое растение, которое питается. Есть же такие растения, которые людьми питаются. Вот это было такое растение. Но есть такие растения, которые людьми питаются? Да. Здесь, на нашей планете. Нет, в мультиках. я думал. Я так и не могу понять, почему моя подруга не сказала мне ни об этой стране, ни о том, что у меня есть родной брат. получается, что твоя подруга не желает тебе добра. Получается, что так. Ну да, выходит, что так и было. Потому что Уилл, она же, ну, не сказала. Они, кстати, с братом очень похожи. Мы бы все ваши комментарии прочитали. Там на два лагеря разбился. Уилл, на Виллу ее. Она не права. Надо было сказать. Я отчасти поддерживаю эти комментарии. А с другой стороны, а что вы хотите? Им по 13 лет. Да, опять же, там всем по 13 лет, тем не менее, некоторым из них пришло в голову, что нужно рассказать. Это не важно. Важно? Нет. Да. Конкретно Уилл 13 лет. А она здесь главная. Вот именно. Почему мы, с чего мы решили, что она здесь главная? Ладно, хорошо. Есть еще один антитезис. Есть еще один антитезис. Есть еще один антитезис, и он состоит в том, что я еще пока не придумал. Но смотри. Уилл. Мне не нравится то, что за ней последнее слово. Там должна быть демократия, там должно быть голосование. Дерьмо превратилось. Я тебе говорила, это хрень какая-то. Ты мне не верил. Фобос, фея крестная. Цепочку. Ну, фея крестная превратила тыкву в карету, мышка в лошадку, а он это все дерьмо превратил в фонтан. И следовательно... Фобос, фея крестная. Вот здесь располагается пищеварительный тракт. Сердце у червя находится здесь. Попрошу не отвлекаться. Что такое? Ты не в курсе? Фоносурок расчлененки. Что? Препарируем живность всю неделю. Можно не резать самой. Привлеки напарницу по лабам. Это гуманно? В школах проводить такие эксперименты? У нас не было. У нас тоже. Мы обычно делали это на улице. Вне классными занятиями. Это же действительно в Штатах нормальная история препарировать лягушку. Зачем? Я это не понимаю. Вот я не резала лягушку. Что, я теперь чего-то не знаю? Это сколько надо лягушек завести на класс, чтобы их просто убили. Для того, чтобы провести урок. Я просто думаю, а какое полезное знание ты получишь в конце? Типа органы, как устроена лягушка. Давайте человека теперь тоже будем резать, чтобы знать, как устроена лягушка. Я думаю, что когда интернета не было, это было бы интересным знанием. Ну, интернет же уже есть давно. А их режут до сих пор. Ну, слушай, у вас же наверняка в школе тоже был вот этот манекен человека, где его органы, и ты можешь их достать и вместо на место поставить. А, нет-нет-нет-нет-нет-нет, там был живой человек. Ну, на тот момент уже нет. Ну, даже. Ну, почему так нельзя сделать с игрушкой? с лягушкой. Отличие русских школ от американских. Забыла. Есть Эллен. А что? О, об Эллен вспомнили, как только вспомнилось о функции. Конечно же, да, то есть, это единственная причина, когда что-то нужно. Да нет, она знает же, где Эллен. Они же видели, что её Седрик забрал. Нам просто так нарисовали или мне так показалось, что Корнелия почувствовала утрату, когда... Ну, почувствовала. Она сейчас в моменте её снова почувствовала. Ну да, я зря придираюсь, ты права. То, что она сейчас её почувствовала, не говорит о том, что она до этого не переживала. Всё ещё в отъезде? Ну да. Раз её нет, тему можно пропустить. Курья, убери их. У нас пока теория. Трэш. Уилл, напарница, заболела. Может, объединишься с ней? Нет, не думаю. А, они же реально... Я разговариваю. Гражданская война началась. Ну, справедливо. Ты на стороне Корнелии? Да, не потому, что Корнелия мне нравится, а потому, что, ну, так вышло. Так, я люблю всех убогих и обездоленных. Да, ты будешь на стороне Уилл. Не забывай, что когда-то ты на стороне Шарлотты, пусть это послужит тебе уроком. Шарлотта — это пятно на моей карьере, ректор. Не стоит выступать против меня и тех, кто мне нравится. все, все, все... Я тебя уничтожу. Безусловно. Ты кто, Паша? Каждый раз я пытаюсь ответить на этот вопрос. Сначала я думал, что это шутка, а потом... Я кто? Паша? Ой, бедная... Ой, с меня хватит. Корнелия, мы все переживаем за Элион, пойми. Мы все надеялись защитить ее, думали, что Фобос ее не найдет. Да, кстати, закономерный вопрос, почему они... Именно. Ведь можно встать. Мы так переживаем за нее. Как она там? Жива ли, здорова ли? На секунду, это их подруга. Они с детства вместе. Ну, не все, потому что, да, у Уилл такое отношение, потому что она новенькая, и для нее Элион не подруга. Но я говорю за всех остальных, ведь Элиона не знали. Но именно поэтому, с чего Эль принимает решение она, если у нее даже нет с ней... Отношений. Отношений, да. Отношений. Нет, ты думала? Надоело действовать по указке. Моя подруга в когтях какого-то монстра. Как было хорошо, пока ты не перешла к нам. Не надо валить все на вилл. Как скажешь, что защита завесы меня уже не прикалывает. Карнелия, это не кружок вышивания. Мы поклялись защищать завесу. Это наш долг. Что ж, кому должна, я всем прощаю. Карнелия, о чем ты? Я вышла из игры. Даже друзья иногда ссорятся. Завтра мы опять будем подругами. Ну, а что касается Элион... Я... Так, Дэвни, подожди. Мне надо понять суть конфликта. Суть конфликта в том, что у нас тут образовывается раздел власти или мы недовольны существующим? мне кажется, ну, как мне кажется, мы недовольны бездействием. Я не поддерживаю Карнелию в том, что она хочет уйти из кружка. Ну, но она права. Мы сидим и ничего не делаем. А мы ведь клялись защищать. Что мы клялись защищать? Завесу. А Элион Браун это не завеса. Ну, типа на людей насрать? Подождите, а вот интересно, а у Уилл у неё какая гипотеза, что она несёт в себе зло точно так же, как и Фобос? А почему вообще не было никаких предпосылов? Почему её не торопится спасать? Наверное, потому что в её представлении спасать там нечего. Она реализовала себя как злодейка. Из чего Уилл сделала такие выводы? Ну, она предположила. Была такая гипотеза. А я предположила обратное. Моя гипотеза против её. Ну, Рубин, ей всего 13. Да, пожалуйста, давайте не будем больше это во внимание брать. Не будем это переводить как аргумент. Сколько тебе? 37? Там М7, 13. Причём здесь я, ну, моё мнение разделяют и другие чародейки, которым тоже 13. Вот если бы они не разделяли, а? Это был бы аргумент. Ведь это точно! Скажем так, ты меня не убедила. Может, надо было открыть Эллион правду? Да, конечно. Да что ты! В общем, я делаю то, что надо было сделать уже давно. Я пас. Ох, надеюсь, ты о мучном? Я о нашей команде, о стражницах. Пусть кто поглупее гоняет гигантских ящериц. Но тут, конечно, я не буду поддерживать. Почему? Зачем? Что поменяет то, что ты ушла от них? Ты в одиночку сможешь что-то сделать? Страх потери контроля Корнелии я абсолютно разделяю. Какой смысл дальше продолжать, если у нас в результате мы получаем такие дебильные выводы? Да, и тем более действовать под руководством тринадцатилетней девочки, которая принимает неправильные решения. Зачем мне быть... Хотя, да, я поддерживаю. Зачем мне быть в этой компашке, где моё слово не имеет веса? Ты истинная Корнелия. Да. Ваши приёмники настроены на хитерфиксскую волну печальной музыки. Слушайте очередную четвёрку души раздражающих. Они сделали точную копию этих наушников. А что это за наушники? Это, кажется, наушники от Sony, если я не ошибаюсь, и дешёвые наушники. Это очень круто. Странно у Корнелии дешёвые наушники. Или я ошибаюсь. Да, это не сходится моей гипотезой. А-а-а! 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 Стой, Корнелия! Насчёт Элион. Э-э-э... А Вилл была не права. Все ошибаются. Бывает, друзья не согласны со мной, но мы сплачиваемся ради общего дела. Мне по барабану общее дело. Ты нужна народу Меридиана. У них моя подруга. И хватит с них. Блин, тоже народу Меридиана. А народу Земли. А Элион, она не нужна? А чародейке не нужны Элион? Она тоже часть народа. Что за несправедливость? Почему она должна выступать за какой-то народ? Ведь тут... Элион тоже народ. А с другой стороны, ведь выйдя из клуба, она уже никак не сможет помочь и поспособствовать спасению. А, тут как раз минус того, что она решила выйти из клуба. Я про это и говорю. Самостоятельно она ни на что не способна. И, конечно же, гениальный твист. Что? Вместе. А, ну, конечно, они сплотятся, господи, ну, естественно. Бабка сейчас всех объединит. Дуется, слушает занудную музыку. Ой, ей просто нужно время. Бабка меня бесит тоже, кстати говоря. Вот это вот инфантильное. Мне как раз бабка не инфантильная. Она... Что? Она... Это она вообще так сказала. Доверять нужно Корнелии, а доверяй интуиции Вилл. К чему нас привела эта интуиция? Извините, меня до сих пор бомбит. Я прям злюсь на это. Я не хейчеваю, правда. Ну, просто ее действия мне непонятные, мне они не нравятся. Я не говорю, что на кусок дерьма, хорошо? Никто так не говорит. Вилл вообще красивая и интересная. Да, да, да. Классная девушка. Если ты сейчас смотришь нас, пожалуйста, не обижайся. Ты не кусок дерьма. Ты хорошая. Просто иногда по мнению Рубины ты поступаешь неправильно. как ты себя ведешь в целом. Мне кажется, Вилл отпишется от нашего канала. Блин, еще знаете такой момент? Мне кажется, я постоянно ее неправильно называю. Мне легче говорить, Уилл. Нет, Уилл, это уже Уилл. Она ведь Вильма или как? Вильгельмина, блин, какая-то там. Вильгемендина. Да. Ну, мне так непривычно говорить Вилл. Вилл, это как будто, ты не знаю. Начало Виллки. А вот Уилл, это уже чувак из H2O. и у меня сразу его лицо. Можно я буду говорить Вилл? Можно, пожалуйста? А я буду говорить Вилл. Можно? Ей нужно привить музыкальный вкус. Она вычеркнула меня из списка друзей в чате. Это серьёзно. Это как в ВК, знаешь, во времена нашей молодости, скажем так, когда ты на кого-то обижался, удалял из ВК или наоборот себя удалял из ВК, чтобы все переживали за тебя. Где ты, что с тобой? А потом ты возвращаешься, и о тебе никто не переживал. Ну да. Но это всегда было, знаешь, таким способом заявить о себе. Знак протеста. Да. Либо ты выкладываешь грустную фотографию с грустной песней. А потом через неделю удаляешься. Да, да, да. Типа всё плохо. Да, да. И вот почему. Ибо все об этом, суки, пожалеют. Потому что это выдавили меня до такого состояния. Я несчастный. Причём, когда я училась в универе, мы все жили, ну, плюс-минус на кампусе, ну, как бы в общаге. Чё? Я думаю, мы про школу говорим. Нет. Ты в универе удалялась? Да. В то время, когда мы удалялись уже из Инстаграма. Нет, слушай, на первом и втором курсе я удалялась. Ну, тогда в ВК было очень популярен. Да камон, 2014-2015 год. Чё, это был 15-й год? Да, 14-й. А, да, ты же на второй год осталась точно. Нет. Я позже осталась на второй год. Тогда я ещё, ну, год в год училась. С Корнелией справиться с Фобосом. Чё сказала? Вы не задаёте себе тот же вопрос? И бабка такая, ну, вообще-то я смогу вам помочь. Скидывает халат на ней вот это вот. Пожалуйста. Вот это всё вот так вот. Я готова заменить Корнелию. А чё, подожди, чё вы сказали? Типа, мы сможем без неё или мы не сможем без неё? Она поставила под вопрос. Ну, а с каким контекстом она? Что не сможем. Сомневаюсь. Ну, опять же, демонизируй ты, Вилл. Да не демонизирую я. Но посмотри, мимика у девочки очень виновата. Слушайте, у меня же есть право кого-то недолюбливать. Я же не говорю, чтобы вы так делали. Ну, вот не нравится мне. Ну, вот мразь я такая. Но это не делает тебя мразью. Ну, вот дайте, оставьте меня с моим правом недолюбливать её. Это нормально. Я борюсь с этим, правда. Но она мне прям с детства не нравится. Кто-то писал в комментариях, что Рубине не нравятся все главные герои. Она любит только второстепенных. Это неправда. Мне нравятся иногда главные герои. Нет, это правда. Это объясняется тем, что Рубина сама является второстепенным героем по жизни и любит таких же. Неправда. Давайте разберём это. Хорошо? Мне нравятся главные герои. Да ладно, я разберу, почему тебе не нравится. Потому что у главных героев у них всегда миссия. У них есть чёткая линия поведения со стрелой. Чаще всего главные герои однобокие. И я выступаю против этого, а не против них. Их, к сожалению, так вышло, что у каких-то второстепенных героев или злодеев прописывают лучше. Я не виновата в этом. Их делают более человечными. Их делают более похожими на меня. Ну, более настоящими. А главные герои, они какие-то такие, типа, у них есть какая-то задача, какая-то миссия, роль. Они такие непоколебимые и всегда правы. Вот эти вот, типа, знаете, белоснежка вот какая-то. Так она не нравится. Ну, не нравится мне Елена Гилберт, ну, не нравится мне Уилл, ну, не нравится мне Блум. На стражницах лежит тяжкое бремя. Раскол делает вас гораздо слабее. А! К вам вернётся старый... Мне показалось. У меня бумажка. Оу! Раскол делает... И посмотреть. Можно поверить во что-то и не видя. У них такие уши большие. пройдёт изнутри. У Хайлины, у её бабушки. Это нормально. Я не говорю, что это нормально, не нормально, просто констатирую факт. Я чувствую себя под давлением каким-то. Под чтим. Под вашим, вот вы все. Вы что, реально её не любите из-за того, что она выражает свою позицию? Она же не заставляет вас любить. Ну, вот, вот, довели человека. Вы делаете. Опять? Он не устал превращать всё? А-а-а. Я думала, он опять превращает всё в часа. Вау! Слушай, Фобос, вот, реально, у меня к тебе вопрос. Вот, Фобос, вот, вот тебе прям нравится, да, вот так жить? Вот, вот, когда всё вокруг в говне, вот всё ему... Почему нет? Ну, это же сиротонин не вырабатывается. Ему нравится дарк. Мне тоже, кстати, дарк нравится. Ну, ты бы так жила? Ну, это лучше, чем вот эти цветы дебильные. Я бы так не жила. Не, я бы так не жила. Ну, типа, а что ему цветочки? Одна холодная гамма везде. Да ладно, не цветочки, но можно же как-то сделать поприятнее. на Меридиане вот это дизайн-код, вот это всё, оно не распространено. Я, конечно, понимаю, что для того, чтобы показать, что зло-зло, а добро-добро, нам нужно разделить это визуально. Я вспоминаю, вот это саванну, когда был Симба, когда был Шрам, нам всё это надо показывать. Да. Да нет! Хочу тебе показать это далеко смотрящий камень. Трудно поверить, что Корнелия меня забыла. Нет, даже если это правда и это не фейк. Она просто тусит с другой. Но я могу понять её. У меня однажды так было, знаете, моя подружка, держась за руки, бежала с другой девочкой от меня, типа в догонялке. Мне было 10 лет и типа я очень обиделась. И я тогда, мы тогда с ней впервые поссорились очень крупно. Ну ты ревнуешь, типа такой, ух, хрена, блин, здесь я есть, а она с какой-то, блин, мелюзгой бегает, за ручку ещё держится. Неприятно. Могу понять её? То есть она ушла, мало того, Корнелия её не ищет, да, никаким образом. Там ещё бэкграунд, что Корнелия всё знала, ей не рассказала. Теперь она ещё свыл этой новенькой тусуется, смеётся там вовсю. Неприятно. Ведь я сижу с ней с четвёртого класса. Вот как и я. излакрица на лабах. Вот беда, ты расстроилась. У неё есть тайник. Ты расстроилась. Фобос такой просто начинает, ага, я понял, как её расстроить. Следующий раз, смотри дальше и смеётся уже весь класс. Потом такой, нет, 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 смотри, и весь город, аааа, все вместе ржут. Такой, ну, по логике Фобоса, это её просто разорвёт. Ирма, они подарили мне на день рождения кулон дружбы. Полюбуйся, каждая положила по локолю. Что за издёвка? А ему были нужны её в их волосы. Да, и как удобно, что её подарок состоит из волос. Это же ДНК. Да, можно сделать тест на отцовство. Вот она убегает, да? У Фобос вот этой вот магии иллюзии может контролировать свою комнату. Нормально. Но она разве не задаётся вопросами, почему только у её брата так хорошо, а когда она выходит на улицу и всё превращается в говно? там тоже иллюзия, там тоже всё красиво. Там, видел, там кролики, белки, собачки. Она же не выходит за рамки замка. Это я, дурачок. Везде он сделал красиво, а что, подохнуть, просто посидеть в говне, как я люблю, берёт и отключает для своей комнаты. Совершенно верно. Девочка не любит червей. Придётся резать, а то тройка в четверть. Не буду возиться в слизи. Приём, Корнелия, это земляной червь, а ты стражница земли. Приём, Вилл, это в прошлом. Ха-ха-ха-ха, блондинка уже спарит с лидером. Это чё... Даже Фобос её считает лидером. Это чё за прикол? Фобос всё это время может смотреть, подсматривать? Да, это, кстати, решила многие его проблемы, но все проблемы бы это решила. И... Быть может, пора отправить к ним гостей. А, слезняка у кого-то большого? Нет, гостей. Ну, слезняка. Нет, это слезняк. Тогда он сказал отправить слезняка. Он говорит отправить гостей. Вилл такая, о, здравствуйте, мы вот вам принесли настольные игры, будем играть. Такой, блин, не до вас сейчас. Да нет, у нас вот... И сидят до трёх часов ночи, что-то рассказывают. Вот, святая, слезняка. Да, ненасытная тебя ждёт угощение. Как он ласковый ненасытная. И каи-то это любовь. Да там он, блин, всех любит, если так посмотреть. Ведь он змей. Он змей. А она червяк. Чисто теоретически змей с червяком большим. А, блин, ты уже, если реально сейчас, Сетрика со всеми шиберишь. С Фобосом, Сэллиом. Я готов, я хочу найти уже наконец-то этому существу хорошую замену Эллион. Холодно стало. А тебе холодно стало? Нет. Через тебя призрак прошёл. Ты знала, что когда через тебя проходит призрак, тебе холодно Я героиня фильма призрак. Блин, сейчас будем лепить глиняные горшки вместе. Слушай, так это вообще всё твоя иллюзия и фантазия. Что? Я сейчас одна на канале сижу сама с собой и они сидят. Блин, ребята, если вы увидите Сашу, скажите вот здесь. Так, это всё в твоей голове. Ты когда читаешь их комментарии, а там написано, а что за Саша, а на самом деле там ты такая читаешь, о, Саша тоже сегодня что-то сказал, ой, да Саша душнила. Короче, всё то, что ты думаешь, ты видишь в комментариях, которые они пишут. напишите, что он здесь. Так это же всё равно в твоей голове. Да, здань. Не ты ещё бьёшь меня, это в твоей голове, а так ты воздух колотишь. здань. Эй, что-то случилось? Можно зайти? Слушай, ты что, с парнем поссорилась? Да, типа того. Тогда лучшее средство отключиться от мира. Она типа телефон так сделала, чтобы никто не беспокоил, как мило. Да, кстати, я эту деталь не заметил, ведь телефоны в руках не держал уже очень много лет. Думаю, Гарнелли стоит дружить с ней, а не вот с этими вот. Элёнами Браунами. Пишите музыкальный депрессняк. Сразу же всем становится лучше. Кстати, столько кретинов слышала, которые такие, ой, не надо слушать грустные песни, когда вам плохо. Они формируют состояние. Я почему против такого мнения? Я тоже против. Потому что когда тебе плохо, не нужно искусственно что-то из себя выжимать. Ты проживи это. Проэмоционируй. Это надо понять, принять. В этом не надо закапываться, в этом не надо заново создавать, но это нужно ощутить. И эта музыка грустная, она ложится, потому что это такая жизнь, не надо себя насиловать хорошими какими-то моментами. А для хороших моментов не надо слушать Мне кажется, это вообще какой-то самообман делать, что всё хорошо слушать веселую музыку, когда тебе у тебя там не знаю, на душу кошки скребут. Опять же, это плохо для людей, которые в застревание входят, это отдельный момент, но в целом... как мило. Ой, там ещё кошечка есть. Но Вил, ты наш лидер, должен же быть способ вернуть её. Что-то в последние две серии наседают на её лидерство. Раньше это вообще ни разу не поднималось. Вил, ты наш лидер, что нам делать с Фобосом? И она такая, будем идти в атаку. Сегодня это максимально. Эля, я жду предложений. Эй, Ирма, смотри. Крис, правило номер один, стучать. Хотя нет, отставить, не прикасайся к моей двери. Что у тебя? Да вот иду я себе домой, вижу здоровущая лужа грязи. Привет, сильно пахнущая няня. Нашел прикольных червей и взял одного и ой, он же не был таким крупным. Что это? Какая жаль. Геша блеванул. Нравится ему такое. Его желудок так ему приспособлен. Родная грязь. Что, смерти она? Меридианские слизни. Фу, какие они гадки. Мда, мерзость. Чего у тебя Фобос так не сидится, а? Блин, я почему-то прочувствовал это все как он скильски ползет, откусывает от тебя кусок плоти. Не докручивай, так все плохо. Ползет по тебе. господи. Они ползут сюда. Нам надо уходить быстро. На самом деле это очень смешно. Это слизни, надо уходить, причем спокойным шагом. Они не ушли еще. Я про то, что это слизни. А, типа немедленный. Крэш, они огромные. Почему они ползут к нам? У них ведь нет глаз. Мне нужны глаза. Элли несла с собой какие-нибудь ваши вещи? У нее был мой компакт диск, но вряд ли он по вкусу червям. Наш медальон! Точно! Лох это в медальоне дружба! Угу, шутка! Следовательно, у всех Нихрена себе, так они все-таки дружили, да? Классно, Уэлл. Ну, как это бывает? Все скидываются на какой-то подарок, и ты вроде в этой тусовке и отказать неловко. Видишь, вы найдете их в портал. Землю едает Кармелия Вилл. Мы справимся! Главное творческий подход! Мы едины! Угу. Какая красивая Ирма! Посмотри, волосы! Это же очень... Причем мне нравится, что у них фигуры не у всех одинаковые, как у Винкс. Видишь, они все разные. Винкс одинаковые все? Да. Ты сам показывал шаблон феечки. У всех просто одежда разная, и волосы, глаза, вот это все разное. Фигура, комплекция одинаковая у всех. А у них, посмотри, у Уилл более плавный переход к талии. Да, я подумаю, кто... У Тары не более резкий, Ирма чуть шире. Допустим, у... Хайлин. Ты Хайлин забыл. Ну, да, у Хайлин очень похоже в принципе с... Это нормально, что мы это обсуждаем? В момент трансформации им 20. дело не в этом. Мы в целом обсуждаем, что круто, что нарисовали по-разному. То есть самая тонкая талия у Уилл. Я бы поспорил у Хайлин. Ну, смотри, соотношение. Когда я говорю тонкая талия, я имею в виду соотношение. Земля! Что она сказала? Земля? Что? Земля? Она теперь себе еще приписывает силу Корнелии? Ну, если одной стражницы нету, надо кому-то заменить. Мне кажется, просто в переводе как-то что-то лоханулись. Вода! Давай! Можно сжечь их просто и все. Ну, не надо подсказывать. Слишком легко. Они придут к тому, что земляные черви нужна Корнелия. Без нее никак не справятся. Понятно, понятно. Они спрятались! Ты думал, это самое умное поджечь их? Они думают, гореть будут? Они сразу же под землю. А если мы разогреем землю, это тоже считаться не будет. Это может навредить планете. Не знаю. Глобальное потепление. Тарани, остановись. Бабушка Лин права. Без Корнелии нам их точно не одолеть. Спасите! А что мешает ей сейчас огонь использовать? Да, спаниковала. Ну, понимаю, да, когда тебе фу. Ил! дадут их тысячи! Как мы избавимся? Временная победа. Почему они не лезут в портал? Это молодняк. Мамаша посылает потомство на поиски корма. Когда пища найдена, появляется она. Перед ней ничто не устоит. фрукты. А что едят мамы слизней? Фрукты? Ей по вкусу учила вечина. Не, ну как это не прокомментировать? Давай лучше ты. Что? Что? Ты не смотрела, что ли? Смотрела я. Что-то ведь Калибр стеснился. А, щечки такие. Но его прижали девочки. Он такой вау. А, я не обратила внимание. Ты посмотри, еще раз. я помню, я помню. Фрукты? Вот как объяснить? Ведь до этого Корнелия, пообъясните мне, пожалуйста, кто-то уже проспойлерил. И, видимо, очень горд собой, что Калибр и Эллион Браун в комиксах будут вместе тусовать. Эллион Браун? Да. И Калибр? Не только ты расстроен. По лору фанфиков этого сериала я должен, должен. Вечерная. Вилл, нам нужна Корнелия. Почему? Давай. Но почему именно Уилл должна принять решение, что Корнелия... я тоже хотела сказать, но я подумала, что я уже слишком душню сегодня. Подожди, давайте помогу тебе. Давайте помогу. Мне в роли душнило вообще не привыкать. Проблема-то возникла между Корнелией и Уилл. Но почему Халин не может его позвать? Да, вот именно, что они все не против. Получается, кто против? Нет, все-таки душнее меня. Корнелия! Корнелия! Корни! Корнелия! Корнелия! Вместо того, чтобы пойти к ней домой, где она с большей вероятностью, чем на помойке находится, они у окон ее стоят. мама не знает, где она. Может, слезники до нее уже добрались? Только не в баре и не в бутике. Мы не нашли Корнелию, зато нас нашла мамаша. мне нравится, как он сказал. Мамаша. Я почему-то, не знаю, как будто мамаша кайфолом, который входит, все тусуются, всем хорошо. Так, все, домой, домой. Корнелия, блин, Dead Inside сидит, слушает. Знаешь, что она слушает? Я помню белые обои. Блин, все же это слушали, когда страдали, нет? Ты что, нет? Вы слушали Boombox вахтером, когда страдали? Так, ладно, хорошо. А Макс Корж эндорфины? Это ты точно слушал, я помню. Если это чувство. Ты думаешь, мне стыдно? Короче, Саша. Ты думаешь, мне стыдно? Ты думаешь, мне стыдно? Я думаю, что да. Короче, у Саши была колонка такая светящаяся. третий JBL. Да, и он ходил с ней по универу, слушал Макса Коржа. А мы с ним ввели рубрику типа на радио студенческом. заткнулись. И я как-то пришла к нему, а он сидит по делу. У нас рубрика, да, как бы на носу. У нас на носу эфир. Саша сидит на дарфины слушает. Я следую. У нас не состоялся эфир. Вот за это тебе должно быть стыдно. Я ведь старалась, готовилась. Мы же потом провели его. Да, через неделю. Давайте сделаем пост в Телеграме. и вы накидаете грустную музыку, под которой вы страдали. Да, слушайте, давайте, да. Девчонки, посмотрите, что видел бланк. Да, за помощь, за помощь, за спасательный кровь. Смотри, куда ни пойдем, они преследуют нас прямо под землей. Лучше встретить мамашу в полном составе. Может быть, магазин дисков? Он уже закрыт. Я подумал, в прошлую нашу встречу она музыку слушала. Минутку, музыка. Музыку только же эта подружка слушала. Да, и больше никто, гениально. Ну, такая себе зацепка. Ну, блин, они же должны как-то ее найти. ну, 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 какая-то зацепочка. Хоть что-то. Дио. Да, она обожает баллады. Ты уходишь от меня. А где студия? На Киев-стрит. Бежим. нам надо связаться с диджеем. Какой диджеем? Иначе идет в записи с шести до десяти. Одни и те же песни. они типа песню хотят ей поставить, радио, а не к подружке. Это зацепка не про подружку была, а зацепка, что это ее любимое радио. Они хотят в этом радио, ну, объявление сделать. Они идут на радио-хэт. Радио-хэт? Да, я думаю, что это радио-хэт. Это будет в моем сердце боль, а потом в моем сердце мрак. А ты откуда знаешь? Я часто бываю под домашним арестом. Проберемся в здание, подключимся к частоте. А как? С помощью твоих шнурков дает... А как ты об этом узнал? Как он быстро развивается? Да, то мороженое есть не может, то подключимся к частоте, так, вышки 5G. Потрясающая ассимиляция. ...как тут нет. А двигать кирпичи мы не умеем. Должен быть способ, хоть какой-то. Корнелия одна из нас. Мы обязаны связаться с ней. Без нее мы не справимся. Так. Вилл, у тебя рюкзак с вибровызовом? Что это значит? Ты в эфире, Вилл! Че? Привет! Простите, что прерываю такую отвязную лодочку, но у меня срочное сообщение для подруги. Че? Как это работает? Вообще, вообще, все... Во-первых, я заметил классный рюкзак. Во. Чародейками. Классный. А, а... А че? Камень Кондракара, вот сердце Кондракара, это че? Типа... Типа... Че? Вот. Не, ну это че? Не, ну че это такое? Не, ну это че? Корнелия, мне еще подруга. Корнелия, если ты вдруг слушаешь, это Вилл. Жаль, что мы поссорились и что я отпустила тебя, не вцепившись покрепче. Слушай, у нас с девчонками беда. Ты очень нужна нам, Корнелия. Встречаемся там, где ты училась ездить на велосипеде. Будь наготове. Элками, депресняк, что надо, но мне пора. Ух ты! Надеюсь, она вылезала боком. Я думала, это было страшно. Если и было, то чуть-чуть. А вот теперь я в ужасе. Какое внимание сегодня Кальбу со стороны девочек. она по-дружески от страха обнимает. Не-не-не, я не говорю, что просто сам Калеб начинает замечать. Прикол в том, что он раньше к этому никак... Он взрослеет. Так приятно. Уже сколько? 15-я серия он начинает чувствовать себя среди девочек, мальчика. Полный рост мамаши еще ни разу не видел. Прокодушный! Смотреть, мамаша! Да превращайтесь уже! Красотка! Посмотри! Сюда! Чем они не превращаются? Я всегда думал, ну, он отвлекает его и по какой-то причине это существо преодолевает эту жажду голода и смотрит в другую сторону, выбрасывает еду. Ну, потому что он угрожал, что ее ребенка уничтожат. она же мамаша. Истинная мамаша. Она каждым дорожит. Да. Их там миллионы. Ну, каждый дорог ей. Это очень легко. Она мать. Позвоните своей маме. Ха-ха-ха. 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 Наши силы тут не хватит. Может, превратитесь? А нельзя превращаться. Вот вопрос к всем вам, знатокам. Если три чародейки превратятся, а две просто подоспеют, им нужно обратно превратиться в людей, а потом все мы вместе... она может камнем их превратить. Тогда почему сейчас они не могут превратиться, чтобы потом... чтобы было вот этот момент, блин, эпичный, что Корнелия приходит, а они все вместе. Она такая, земля, вода, вот эта вся хрень. Воздух! Ты забыла. Огонь. Сон, ну и гадость! Корнелия, ты с нами? Я же таю от радиопосланий. Я не могла подвести подружек. Ха-ха-ха. Ну, классный сериал. Да, классный. Мне не нравится, что все замяли. Держи насраться. Пять, 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 пять серий бежит. Нет, я не за сраться, я за то, чтобы решить этот момент. И чтобы... Она извинилась. И признала свою вину. Да? Тогда ладно. И потом сейчас... Я просто это упустила. Если да, то окей. Какой счет? 1-0 не в нашу пользу. Вот если бы сдвинуть портал, у меня вариант не хуже. Приступим. Мама с Лизой. А, не волнует. Земля! Корнелия имбаками. Эй, Слизи! Это за грубость твоих детишек! Огонь! Прикольно. Прикольно. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Г Partnership Давай, поймай меня. Вроде все равно собирались сносить. Портал, типа. Как это было мило. Как это было мило. Это было очень мило. Что-то прям Корнелию эмоционально разнесло на подвиги. Да было красиво. Ну, не будем притираться. Как в такой маленький портал залетела такая огромная... Так жопу. Вот. Блин, Фланг раньше не ел дерьмо. Каждый персонаж проходит этапа роста. Мы перестерили, сколько нового, блин. Каждый раз нам подкидывают каких-то приколов для обсуждений. А, я уже думал, что... Да не, на славской качестве мы вместе, мы сила, вот это вот все. Ну, Корнелия, когда ты сказала, что не могла подвести подруг, это относилось и ко мне? Да, к тебе тоже. Это точно? Как символично на фоне фотки. Они прошли терапию, все. Да, теперь им не страшно. Этот страх слизней себе исчерпал. Могу разделать и твою. Притворишься, что даже... Боюсь, не придется притворяться. Всем опять срать на Элеон? Да. Ясно. Серьезно? Да ну, ребят, вы чего? А как же... Ну... Не, ну... А Уилл-то, она же должна как-то признать свою ошибку, сказать... Ну, типа радиосообщение, извините, так себе. Не, ну, классно. Это классный шаг. Он такой... Ну, она, по сути, она просто... Что она там сказала? Я уже не помню. Я тоже не помню. Ну, допустим, она извинила. Она извинилась. Она сказала, что мы без тебя никак. Возвращайся. Мы без тебя отгребаем. В целом, если бы мы без тебя справились, то мы бы тебя не позвали. Ну, значит, что Корнелия просто так вот это приняла, типа, всё. Ну, не то, что я не про извинения. Извинения, это всё-всё-всё в порядке. Но что они, типа, дружат, всё-всё хорошо. А почему не поднимается вопрос, а с Эллион мы что будем делать? Бедная девочка там, у неё сейчас что, всё. Я больше задаюсь вопросом, а если бы они справились с этим червём без Корнелии? Они бы не помирились. Получается, Уилл помирилась с ней, потому что ей нужна была помощь, а не потому что ей хотелось помириться с Корнелией. Потому что в противном случае... Тем более она сначала это сделала нехотя. Помнишь, как она вырвала телефон из рук Хайлин? Это была вынужденная мера. Это был признак того, что она не сильно горит жёвание. Но с другой стороны, то, как мы проявляем свои чувства необязательные, то, как мы их испытываем. Это правда. Я тоже иногда веду себя как мразь, хотя в душе на самом деле я уже остыла. И вот Уилл, возможно, внешне злится, но к примирению очень стремился. Возможно, да. Это я могу понять, да. Ровно как о Корнелии. Да, да, скорее всего. Но Корнелия реально страдала. Ты слышала, какую музыку она слушала? Он потрясающий. Если это...